Борис Михайлович Кустодиев Борис Михайлович Кустодиев – один из самых ярких представителей Русской художественной школы конца XIX – начала XX веков, академик живописи Императорской академии художеств, член Ассоциации художников Революционной России, портретист, театральный художник и декоратор, иллюстратор и оформитель книг. Родился будущий художник 7 марта 1878 года в Астрахани в семье преподавателя духовной семинарии. В возрасте 9 лет Борис попал на выставку художников-передвижников. Он был настолько впечатлен мастерством настоящих живописцев, что навсегда определился с выбором жизненного пути. Первым учителем рисования юного Кустодиева стал астраханский художник Павел Алексеевич Власов, начавший готовить подростка к поступлению в художественное училище. В 18 лет по его совету Кустодиев едет в Санкт-Петербург, где поступает в Академию художеств. Еще через два года исполняется его главная мечта. Он занимается в мастерской Ильи Репина. Репин высоко ценил успехи своего ученика, доверяя ему все более сложные и ответственные задания. Кустодиев вместе со своим учителем писал портретные тюды и зарисовки в картине «Торжественное заседание Государственного совета». В 1903 году Кустодиев женится и, закончив обучение, золотой медалью отправляется с семьей в заграничную поездку, посетив Францию, Италию и Испанию. В загранице художник пишет одну из своих самых лиричных светлых работ «Утро», на которой изображает горячо любимую жену и сына Кирилла. В этой картине сказывается влияние французской и итальянской живописи, с которыми молодой художник познакомился во время своих путешествий по Европе. Борис Михайлович с интересом посещает картинные галереи Парижа и Милана, но вскоре начинает тосковать по родине. Вернувшись в Россию, Кустодиев купил под Кинишмой участок земли, здесь он построил усадьбу, которую в семье называли теремом. Художник был восхищен русской провинцией, множество ярких красок и типажей не могли оставить его равнодушным, и он полностью переносит свои впечатления на полотна. Особенно его занимает тема шумных деревенских праздников, ярмарочных гуляний, веселых танцев. Масленица написана яркими красками, колоритный зимний пейзаж, белый снег, цветные купола церквей на заднем плане. Все это создает праздничный фон для изображения мчащихся саней с веселыми, нарядными людьми. Русская зима Бориса Кустодиева яркая и динамичная. В его работах нет места серому небу, усталости и нищете. На картинах художника часто появляются цветные шали, карусели, расписные сани. Он будто бы вырывал мгновения из бурлящей жизни и искусно накладывал их на холст. На полотнах Кустодиева разворачиваются увлекательные, полные занимательных подробностей, рассказы в многофигурных композициях. Жизнь в картинах художника предстает перед нами как беспечный, бесконечно длящийся праздник. Изображение провинциального русского купечества еще один круг тем постепенно увлекающих художника. Чуть сонные, томные, нарядные женщины, изображенные не без юмора, типичные представители купечества России, а часто и мещанства. В роскошных шалях, шелковых платьях и драгоценностях они словно застыли в неспешном и размеренном укладе до революционной жизни с его простыми и душевными удовольствиями. В образах купчих художника привлекали их вкусы, обычаи и близость с народом. Многие были выходцами из крестьянской среды. Одна из самых интересных работ этого цикла «Купчиха за чаем», созданная в 1918 году. На этой картине множество деталей. Кот, лениво трущийся о плечо женщины, стол с угощением, нарядное платье – все это создает образ спокойной, благоустроенной жизни, прямо противоположной всему тому, что окружало художника в послереволюционные годы. Кустодиев много и часто пишет пейзажи, а точнее, пейзажи сценки. Каждая из таких картин отличается самобытностью. Везде присутствуют люди, а яркие краски придают картинам некую лубочность. Насыщенные цвета, свободный мазок и упрощенная форма, поэтичные народные образы – все это делает картины Кустодиевы незаменимым источником для изучения истории российских нравов и быта. На картине «Летний пейзаж» мы видим людей, выбравшихся на прогулку в погожий денек. Девушки и молодые люди отдыхают, детей развлекает карусель. В начале века посещение подобных пикников было излюбленным занятием купечества и дворянства. Часто Кустодиев пишет свою семью – жену Юлию и двух детей – Кирилла и Ирину. В Самране, лишившись отца, он огромное внимание уделяет жене и детям, проводит с ними много времени и часто делает героями своих полотен – очень нежных, лиричных, наполненных любовью. Сюжет картины на террасе очень простой. В имении Терем вся семья собралась за ужином. Художник изобразил себя в окружении своих близких – жены, дочери, сына Кирилла, сестры Саши с мужем. Вместе с ними на картине присутствует и няня детей. Кустодиев пишет множество портретов своих современников, среди которых встречаются очень гармоничные, интересные по цветовому и композиционному решению работы. Отдельного внимания заслуживает портрет Федора Шаляпина, написанный им в 1921 году. Картина написана в характерной для художника манере. Шаляпин на фоне красочного, веселого народного гуляния в атмосфере традиционного русского праздника. Из-под расстегнутой шубы виден концертный костюм, на ногах лакированные ботинки с гамашами. В левом нижнем углу изображены прогуливающиеся дочери Шаляпина, а рядом с ними театральная афиша, возвещающая о выступлении певца. Как и многие художники на рубеже веков, Кустодиев работал в качестве театрального художника, создавая эскизы декораций и костюмов. Его стиль работы хорошо отвечал театральным требованиям того времени. Яркие краски, стилизованные изображения, простые и в то же время максимально выразительные. Кустодиев проиллюстрировал более семи десятков книг разных авторов и жанров. Начав эту работу в 1905 году иллюстрациями к произведениям Гоголя, он продолжал ее вплоть до последних дней своей жизни. Разнообразие жанров, в которых творил Борис Михайлович Кустодиев, впечатляет, но с наибольшей силой его дарование проявилось в поэтических картинах на темы народной жизни, в которых художнику удалось передать неиссякаемую силу и красоту русской души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова